МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня в праздничном выпуске. Дорога 2018. В Казани проходит международная специализированная выставка. На пульсе жизни национальное телевидение Чуваши отмечает седьмой день рождения. Белая трость. В Чуваксарах проходит акции для инвалидов по зрению. Лучшие практики в регионы. Помочь предпринимателям модернизировать рабочий процесс, просчитать логистику и обучить персонал. Тем самым создать условия для роста производительности труда и, соответственно, доходов и зарплат. Для этого создан Федеральный центр компетенций. Его руководитель Николай Соломон сегодня провел семинар для бизнесменов Чуваши. Поднять производительность и увеличить заработную плату. Такую задачу ставит правительство России перед субъектами федерации. Так, в прошлом году создан региональный фонд развития промышленности с капиталом в размере 1,5 млрд. рублей. Предприниматели получают господдержку. Лучшие практики в этой области наработали компания «Хивел» и филиал фирмы «Август». Здесь уровень заработной платы в два раза выше, чем в среднем по Чуваши. Участие республики в федеральной программе позволит подтянуть и другие компании. Есть у нас перечень предприятий, которые участвуют в этой программе. И мы по этим предприятиям точечно, конкретно будем работать и с федеральным центром по компетенциям, и с другими службами, ведомствами, экспертами, консультантами. Самое главное, мы хотим выстроить конструктивное деловое взаимодействие с работодателями. Пока в программу вступили 9 предприятий. В них уже началось обучение руководящего персонала. Назначены тренеры-специалисты из ведущих концернов страны. Они будут приезжать на производство и обучать эффективным стратегиям ведения и организации бизнеса по концепции бережливого производства. Выбрав один производственный поток на вашем предприятии, мы его изучаем по косточкам. От склада сырья до склада готовой продукции. Большинство наших предприятий буквально за первые месяцы работы, понимая, насколько неэффективно расстановленное оборудование занимается уже переоснащением цеха с точки зрения эффективности протекания производственного процесса физики. Это вот как раз снижаем дистанцию и время транспортировки на 30%. За год работы Федерального центра компетенции в программу вошли 16 регионов России. Есть уже положительный опыт на ряде предприятий Пермского края, Тульской области. Кстати, на местах хотят тоже создать региональные центры компетенции. Моя задача, ну, скажем так, завлечь руководителей от бизнеса в эту программу, с тем, чтобы они понимали, что каким профессиональным не были ваши сотрудники и каким бы опытом они не владели, есть еще кто-то, кто знает чуть больше и может подсказать, где искать вот эти резервы. Поэтому мы рассчитываем, что программа, которая будет длиться 5 лет, Чувашская республика в ней будет принимать активное участие, так как, по сути, зашла одна из первых в эту программу. Впрочем, вступать в программу или нет, решают предпринимателям. При этом они должны соответствовать определенным критериям. В Чувашии к 2024 году в программу смогут включиться максимум 100 предприятий. План амбициозен. Увеличить производительность труда на каждом из них на 30%. И это по меньшей мере. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня глава республики отправился с инспекционной поездкой в Новочебоксарск. Визит незапланированный. Михаил Игнатьев не раз указывал руководителям муниципалитета на проблему стихийных свалок. Но ВОЗ и ныне там. Подробности у Дмитрия Ковалева. Улицы города Михаил Игнатьев объезжал на велосипеде. На железных коней глава региона пересадил и местных властей. К руководителям муниципалитета накопилось немало вопросов. Почему мусор не убирают даже напротив собора князя Владимира? Облик Новочебоксарска это явно не красит. Снял, показал пальцем руководцу города. Город надо просто любить. Так не должно быть вообще. Рядом тем более церковь. Рядом все те публичные общественные пространства. Народа очень много ходит, прогуливается. И рядом буквально через забор мусор. Городские власти, города Новочебоксарска, общественность, те организации службы жилищно-коммунального хозяйства не могут справиться с мусором. Вопрос простой у меня возникает. Почему? Мне это докладывают, что там вычистили и так далее. Я говорю, приеду обязательно на велике, проверю. Вот сегодня проверил, потратил несколько часов. Для меня картина понятная. Неприглядная картина и у стен пожарной части. Контейнеры для отходов переполнены, но вывозить отсюда мусор не торопятся. Глава региона заехал и в Новочебоксарскую рощу. На пути сорняки и сухостой. Хотя за последние годы на благоустройство города была выделена многомиллионная сумма. В отдельных участках я увидел мусор. Я же езжу по тем дорогам, где меня начальники не везут. Я знаю территорию. Развиваться муниципалитету помогает и программа «Комфортная городская среда». Только в роще и излюбленном месте для прогулок были проложены пешеходные дорожки. Но работ еще не в проворот. Единственное, что смущают эти дороги, но я так понимаю, что они будут ремонтироваться, раз там срезка даже была. Освальд сначала. Хороший, ровненький. Потом, чтобы нам лыжню делали. Обязательно. Сейчас я прогулялся по рощам, мне было очень прекрасно, было очень приятно. Я очень доволен погодой. Не погодой, а дорогами. Всем доволен. Хорошее настроение. Поднять тему благоустройства города-спутника глава региона пообещал на совещании в Доме правительства. Очевидно, что руководителям муниципалитета придется отвечать на нелицеприятные вопросы. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. В эти дни в Казани проходит международная специализированная выставка «Дорога-2018». Ее участники – специалисты из разных регионов России. Производители спецтехники. Представители органов власти. В числе экспонентов и Чувашия. Подробнее в репортаже Татьяны Леонтьевой. Два павильона, 15 тысяч квадратных метров, площадей и более 200 участников. Выставочный комплекс «Казань-Экспо» на три дня стал центром дорожной отрасли страны. Одна из главных тем выставки – реализация проекта «Безопасные и качественные дороги». Регионы страны делятся своим опытом. К примеру, Саратовская область находится в лидерах по исполнению программы. Два года назад в регионе дорог, соответствующих нормативам, было около 20%. Сейчас более 50%. Общая сумма выполненных работ составляет 2 миллиарда рублей, из них миллиард из федерального бюджета, миллиард из областного бюджета. И в общей сложности мы отремонтировали и построили порядка 154 километра дорог. Все работы, которые проводятся, они отражаются в программном комплексе «Эталон» федеральном, который напрямую связан с «Росавтодором», который отслеживает наши работы, своевременность выполнения работ. Похожие показатели и в Удмуртии. В 2018-й в регионе был объявлен годом дорог. Это позволило добиться хороших результатов. Все министерства транспортные и так далее, все подрядчики были нацелены на то, чтобы в эти сроки сделать сверхрезультат. Дороги, строительство дорог курировал лично глава Удмуртской республики, причем в ежедневном мониторинге. И когда где-то что-то был, какой-то срыв, прям было оперативное вмешательство, это нам позволило сдать дороги на месяц раньше срока. Из каких источников можно получить дополнительные средства на ремонт дорог? Удмуртия на примере города Глазов показала возможный вариант. Здесь располагается одно из предприятий «Росатома». Они авансировали налоговые платежи почти на 400 миллионов, а мы за счет этих авансов сделали всем жителям такое ровное полотно. За счет такой коллаборации с крупнейшим заводом, крупнейшим работодателем в республике у нас получилось сделать другое качество жизни. В числе лидеров и наша республика. В этом году в Щебоксарской агломерации отремонтировали почти 150 километров дорог. Каждый этап был под контролем лабораторий и общественных организаций. Все работы выполнены в срок. Качеством исполнения работ на сегодня заказчики довольны. Ну и здесь нужно обратить внимание, что действует довольно серьезный гарантийный период. Соответственно, любой подрядчик, который сделает дороги некачественно, он должен по гарантийным обязательствам устранить. Другое направление строительства новых дорог. Чувашия представила проект третьего транспортного полукольца. Оно свяжет все районы Чебоксар и разгрузит центральные магистрали. Сумма проекта около 10,5 миллиардов рублей. Часть средств республика планирует получить из федерального бюджета. Здесь можно узнать не только как регионы страны ремонтируют дороги, но и главное чем. На выставке открыта экспозиция дорожно-строительной техники. Вот это, например, автогрейдер. Он используется при строительстве, ремонте и благоустройстве дорог. Вот этот асфальтоукладчик – новинка отечественной разработки. По своим характеристикам он не уступает импортным аналогам. Плита позволяет укладывать асфальт шириной от 2 до 4 метров. Дальше существенно увеличена, улучшена эргономика управления асфальтоукладчиком. И с удовольствием будем сотрудничать очень плотно с дорожниками Чувашии, так же как и со всей России. От наглядных образцов к деловым переговорам. Круглые столы, семинары, конференции, где обсуждают и решают самые актуальные вопросы у отрасли. Выставка завершит свою работу завтра, 18 октября. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Как будет выглядеть в будущем зона Чебоксарского залива? Поучаствовать в решении этого вопроса приглашают жители столицы республики. В предстоящую субботу, 20 октября, во Дворце детского и юношеского творчества будут обсуждать концепцию благоустройства этой территории. Подобный формат столичная администрация уже испробовала во время так называемого воркшопа «Марш по набережной». По концепции, которую тогда совместно с горожанами разработали местные и московские архитекторы, сейчас готовят рабочую документацию. И в следующем году идеи из проекта должны воплотиться в реальность, рассказал главный архитектор города Вениамин Мамуткин. Подобный подход ждет и зону залива. Приглашаю всех активных горожан, всех общественников, историков и других специалистов на необычные мероприятия, проводимые в эту субботу, 20 октября, в 10 часов, в здании Дворца творчества юных, в зал Кванториума. Работа будет построена таким образом, что несколько групп горожан будут уже сами пытаться проектировать и предлагать свое видение московской набережной. Основная цель организаторов – сделать территорию не просто красивой, а полезной для разных групп населения. Сейчас по заливу есть большие наработки, которые сделаны до нас. Мы не собираемся как-то радикально в это вмешиваться. Наша задача состоит в том, чтобы учесть, интегрировать в эти проектные наработки пожелания жителей, которые готовы инициативно на этой территории что-то делать. Ну, например, есть скейтбордисты, это целая федерация, это сейчас официальный вид спорта, которые готовы не просто приходить и кататься на скейтпарк, а они готовы там быть операторами этого места, то есть там проводить какие-то соревнования, устроить там прокат скейта, обучать людей бесплатно. И вот похожие вещи мы хотим затянуть на залив побольше. Итак, всех желающих ждут в субботу, 20 октября, во Дворце детского и юношеского творчества, начало в 10.00. Ольга Пырочкина, Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика. Научно-технический прогресс существенно облегчил жизнь инвалидов по зрению. Компьютерная техника и электронные устройства выполняют голосовые команды. Но для того, чтобы понять, насколько сложно приходится незрячим, достаточно закрыть глаза и просто выйти на улицу. Чтобы привлечь внимание общества к проблемам слабовидящих людей, во всем мире проводится день белой трости. В Чувашии он стал началом традиционной акции. Слепые и слабовидящие люди сегодня живут активной жизнью, благо в наше время это намного легче, чем, к примеру, лет 50 назад. В их распоряжении большое количество приспособлений, помогающих в интеллектуальной и физической деятельности. Наконец, само общество стало более внимательным к людям с ограниченными возможностями здоровья. Тем не менее, некоторые вопросы проще решать, объединив усилия. В Чебоксарском мероприятии существует с 1959 года. На сегодняшний день членами мероприятия являются более 700 человек. Это и лица старшего возраста, и дети инвалидов, и молодежь. Наши работы разносторонние. Есть и спортивные мероприятия, и культурные мероприятия, и образовательные части. То есть оказываем людям юридическую помощь, помощь в образовательных каких-то услугах и в поддержку в трудоустройстве. Много людей у нас, конечно, талантливых, одаренных. Мы их тоже поддержим. А талантливых людей среди членов организации немало. Многие занимаются научной работой и творчеством, как Екатерина Ворошилова. Эта песня посвящена тому, что рамки только внутри нас. Мы сами создаем себе барьеры. А на самом деле вся жизнь зависит лишь от нас самих. Мы должны сами идти вперед и добиваться своей цели, несмотря ни на что. Те, кто открыт для всего нового, кто не боится жить полной жизнью, смело отправляются в путь, вооружившись белой тростью. Для незрячих людей она как палочка-выручалочка. Когда прохожу, выхожу с белой тростью, всегда нахожу себе помощь. И люди откликаются, помогают. И перейти дорогу, и найти тот или иной дом, или то иное учреждение. Елена Гальперина, Алина Сусметова, Бахтияр Велиев, Республика. Сегодня национальному телевидению «Чуваши» исполнилось 7 лет. С самого первого дня коллектив телеканала поставил перед собой амбициозную задачу стать важным источником информации, развиваться творчески и технически и остается верен себе. За эти годы менялось оформление, программы, ведущие и зона покрытия. Незменным оставалось одно – любовь к своим зрителям. Сегодня национальное телевидение «Чуваши» вещает через путник на всю Россию. Нас видят в Калининграде и Сибири. Главная ценность – это уникальный телевизионный фонд. Передачи, прямые трансляции, видеозаписи на чувашском и русском языках, созданные сотрудниками за такой небольшой период. Канал за последний год претерпел достаточно большие изменения внутри, и в программной политике, и ведущие новые появились, и новые какие-то интересные идеи появились. У нас стал совершенно другой логотип, который мы поменяли буквально в начале этого года. Поэтому изменения идут, дальше будет больше, потому что все хотят, да, и коллектив в едином порыве, все хотим делать тот канал, который будет интересен зрителям. Премьерой нового сезона стала программа «Мама мечты». Она – про взаимоотношения детей и родителей. Герои пытаются разобраться в своих проблемах, порой через слезы и непонимание. Ведущая проекта – психолог Татьяна Николаева. Стартовала на телеканале и утренняя развлекательная программа на чувашском языке «Ир Пулзан». Она дарит зрителям хорошее настроение, бодрый заряд на рабочий день и немало полезной информации. В утренней передаче «Ир Пулзан» мы будем приглашать самых интересных гостей. Это самые лучшие артисты нашей республики. Это общественные деятели и просто интересные личности. Поэтому, если вы хотите не просто весело провести свое утро, а еще и интересно и познавательно, то обязательно смотрите нас с 7 утра. Стартовала на телеканале и новая программа «День студента». Это тоже наш такой эксперимент совместно с вузами республики. Самые интересные студенты из трех вузов – это Кооперативный институт, Чувашский педагогический университет и Музучилище. Приходят сюда по будням дням, вторник, среда, четверг с 16 до 17 в прямом эфире. Студенты рассказывают о своей студенческой жизни. Тоже приглашают гостей, тоже очень интересно. Живо такого еще не было. И это для нас совершенный эксперимент. Но я думаю, что он будет удачным. Так что старт новому сезону дан. И это наш подарок любимому зрителю. Стоит отметить, что обновились не только программы, но и студия. Впереди новые проекты и новые шоу. Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, Игорь Зверев, «Республика». Далее вас ждет полезная информация. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Выглядеть стильно в любую погоду мечтает каждая представительница прекрасного пола. А если при этом вещь хорошего качества и по доступной цене, это вдвойне приятно. Воплощает мечты в реальность ярмарка верхней одежды «Ермак». Яркие цвета, разнообразные фактуры и внушительный размерный ряд от 42 до 72 размера. Здесь любой может подобрать модель, подходящую именно ему. Наступила холодная пора, пора уже утепляться. Вот у вас тут привезли очень хорошие курточки. Очень большой выбор, разноцветные и размеры, любой размер можно подобрать. Поэтому хотелось бы немножко нарядиться, несмотря на возраст. Нам тоже хочется быть красивыми. Соотношение цена-качество на ярмарке просто идеальное. Здесь цена фабричных вещей от российских производителей не кусается. Зоя Зубарева пришла на ярмарку, как только узнала о ее приезде. Не прошло и 10 минут, а покупательница уже выбрала себе обновку. Меня встретила вот эта здесь продавец-женщина-девушка. Встретила хорошо, сразу стала показывать мне курточки, которые мне интересны. И вот, знаете, ну смотрели, примеряли мы много. Дело в том, что мне что-то понравилось в это именно то, что я сейчас выбрала. Про качество я могу сказать хорошее. Вы знаете, на рынке немножко дороже. Для верхней одежды главное – хороший утеплитель. Вещь должна хорошо сохранять тепло, но при этом быть легкой и удобной. На ярмарке можно встретить различные вариации утеплителя. От классического синтепона и пуха до ультрасовременного тинсулейта. Есть варианты и для любителей натурального меха. У нас есть отличные дубленочки, то есть с лазерной обработкой, отделка, натуральная норка. Очень качественные, хорошие модели. Все производится у нас на фабриках, то есть качество очень хорошее. И такая модель, допустим, стоит всего 6 160 рублей. То есть оптовая цена от производителя. Более пяти тысяч моделей курток, пальто, дубленок, ветровок. Каждый здесь найдет себе обновку по душе и кошельку. Все цены у нас оптовые. Например, осеннюю курточку можно приобрести всего лишь за 2420 рублей, а теплый зимний пуховик за 3520 рублей. На ярмарке верхней одежды можно одеть всю семью без ущерба для бюджета. Она работает с 10 утра до 8 вечера, без обеда и выходных. Вас ждут по адресу. Улица Максима Горького, 49. Ярмарка пробудет в столице Чувашии до 31 октября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова